Партнер программы сеть детских клубов Ети и Дети Здравствуйте ребятам! Здравствуйте ребята! Меня зовут Света и сегодня я снова в компании Арсения и Алисы. Важная информация для тех, кто пока еще не видел нашу программу. Мы с ребятами находимся в уникальном месте. Это страна безопасности. Здесь мы учимся простым правилам грамотного поведения буквально в любой ситуации. Пока лидирует Алиса, но у нее всего лишь на одну фишку больше, чем у Арсения. Выводы делать еще пока рано, потому что победителя мы определим только завтра. Завтра у нас уже финальная игра. Ребят, вы уже наверное знаете, что даже самые полезные изобретения человека, как спички, электроприборы, при неправильном обращении с ними, они таят в себе большую опасность. Об этом мы с вами поговорим чуть позже. А пока я предлагаю приступить уже к нашему первому испытанию Арсений. Это будет снова конкурс загадок, но немножко изменились его правила. Они будут более сложны, потому что скоро у нас с вами финал и борьба должна идти очень серьезно. Итак, на этот раз будет всего лишь три загадки, но вам, кроме того, что нужно будет найти правильный ответ и на скорость принести его мне, нужно будет еще и постараться объяснить, в чем опасность того или иного предмета или того или иного природного явления. Каждый правильный ответ – фишка, за скорость фишка, и еще две фишки вы получите, если сможете объяснить, в чем опасность. Вам все понятно? Да. Хорошо. Тогда первую загадку я уже готова вам прочитать. Итак, и сверкает, и мигает, стрелы с неба запускает. Побежали. Быстрее на скорость. Молодцы. Одновременно. Что это? Молния. Молния. Молодцы. Так. Ага. Это вы назвали, конечно, хорошо. А теперь нужно объяснить, в чем же опасность этого природного явления. Если человек гуляет по улице ночью, и молния, и гроза сверкают, если у него попадет, то он может умереть. Правильно, Арсений. Ну да, есть такая вероятность. Алиса, ты что можешь дополнить? Если человек гуляет под дождем, то может в него попасть молния. Так, хорошо, ребята, дополнили вы, постарались объяснить. И объяснили. Хорошо, поэтому каждому из вас вы одновременно принесли мне правильный ответ. Поэтому вы здесь заработали, знаете, сколько фишек? Целых четыре. И Арсению четыре, и Алисе четыре. Итак, Арсений, тебе целых три желтых даю. Держи. И Алисе четыре фишки. Вот они у нас здесь. Хоп. Я уже сама с твоего позволения положила. Итак, вторая загадка. Трудно без него прожить. Всем он может услужить. От платков до штор и брюк. Все погладят нам. Побежали. Быстрее, Алиса. Быстрее. Ах. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Правильный ответ принесли. Что это у нас? Утюг. Утюг. Так, Алиса была быстрее. Но давайте теперь объяснять, в чем опасность этого предмета. Я. Так, в одному. Кто начнет первым? Я. Я. Давай уже пускай Алиса начнет. Ты первый раз был первым, девочки, уступим в этот раз. Алис, давай-ка, ты начинай, а ты будешь Арсению дополнять. Если мама ушла выключить газ плиты, а ребенок возле у тебя гуляет, надо выключить утюг, чтобы он не обжегся. Конечно, Алисочка, обязательно, молодец. Арсений, дополни, пожалуйста, чем может быть опасен утюг? Если я не выключу утюг, и хозяин пойдет туда дома, то дом может сгореть. Да, может случиться пожар. Правильно, ребята, молодцы. Правильно вы рассуждаете и все знаете. Так, Алиса была быстрее. Значит, правильный быстрый ответ 2 плюс 2 за объяснение, итого 4. И Арсению всего лишь на одном меньше 3. Я сейчас отберу фишки. Арсений, уже что попадется? К сожалению, желтая не попалась, поэтому зеленая, синяя, оранжевая. Итак, последняя загадка. Четыре синих солнца. У бабушки на кухне четыре синих солнца горели и потухли. Поспелищи, шипят блины. До завтра солнца не нужны. Побежали. Что за солнца такие? Молодцы, быстро, правильно. О чем идет речь в этой загадке? О плите. О газовой плите, правильно. Ну а теперь давайте объяснять, в чем опасность газовой плиты. Арсений, начинай. Если как-то там поставить что-то, жариться или поставить просто так, чтобы согревалась комната и пойти прогуляться по магазинам, то дом может загореть. Правильно, Арсений. Да, несмотрительная хозяйка, если так поступит, конечно, беды не избежать. Алис, что ты дополнишь? Если вы поставили кушать и забыли выключить плиту и ушли из дома, тогда может дом сгореть. Правильно. Правильно, это очень серьезно. Ребята, какие вы молодцы. Быстро, правильно, еще и объясняете. Поэтому вполне законно зарабатывайте по четыре фишки. Так, Арсений, твои четыре. И Алисе тоже четыре. Отлично, ребят. Ну, все мои загадки вы уже разгадали. Смотрю, очень много фишек. Вы даже в первом конкурсе заработали. Давайте, быстро считайте. Считайте, сколько фишек. У меня 11. У меня 11. Я первый. Молодец. 9, 10, 11, 12. У Алисы надо одну фишечку больше. Отлично, ребят. Ну что, первый конкурс позади. Сейчас самое время для встречи с нашим хорошим знакомым, детским доктором Артемом Витальевичем. Внимание на экран. Ребята, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами уже успели познакомиться. И я очень рад нашей новой встрече. Ребята, а вы знаете, что может случиться с человеком, если он что-нибудь засунет в электрическую резетку или дотронется до оголенного провода? Алиса, Арсений, что может? Может током ударить. Правильно. Алиса? Слева, шкинца, палец. Пожалуйста. Совершенно верно. Слушаем, доктор. Правильно. Он может получить удар электрическим током. А вы знаете, что нужно делать, если вдруг вы увидите, что такое происходит на ваших глазах? Запомните, первое. Что нужно сделать, это срочно звать на помощь взрослых. Никогда не прикасайтесь к потерпевшему, пока взрослые не отключили ток или не убрали провод. Кстати, убирать провод можно не всеми предметами, а только теми, которые не проводят электрический ток, например, резиновыми. А вот металлическими нельзя. Через них электрический заряд может передаться другому человеку. И обязательно надо как можно раньше вызвать скорую помощь по телефону 103. А на сегодня это все. Удачи вам во всем. Будьте аккуратны и берегите себя. Арсений, Алиса, вот и третий наш конкурсный день подходит к своему завершению. Но, как всегда, еще одно испытание на сегодня, очень интересное. И если вы внимательно слушали нашего детского доктора, то вы без проблем ответите на мои вопросы. Итак, я буду вам читать фразу, ребята. Если вы считаете, что она правильная, то вы должны будете поднять обе руки вверх. Если считаете, что она неправильная, то обе руки нужно будет спрятать за спиной. Я думаю, что выполнять это задание вам будет легче стоя. Поэтому вставайте, поднимайтесь. Итак, здесь у нас с вами правильный и быстрый ответ будет стоить две фишки. Если вам все понятно, то я предлагаю начать. Итак, ребята, читаю первую фразу. «Засовывать что-нибудь в электрическую розетку смертельно опасно». Алиса, ты не согласна, что смертельно опасно засовывать что-то острое в розетку? Это же правда, нельзя действительно, это очень опасно. Так, Арсению я кладу две фишки, а Алисе не кладу ничего. Слушай внимательно. Вторая фраза. «Через дерево, воду, металл и другого человека можно получить электрический удар». Через дерево, металл. Ну-ка, отвечаем. Да? Вот так, подняли ручки. Совершенно верно сделали. Кто у нас первый поднял руки? Арсений. Значит, Арсению две фишки и одну фишку. Алисе. Хорошо, ребят. Слушаем следующую фразу. «Скорую помощь можно вызвать по телефону 104». 103. Правильно. Совершенно верно. А 104 – это газовая служба. Итак, Арсению две фишки и одну фишку Алисе. И последняя фраза на сегодня. «Электрические провода трогать нельзя». Ну, ребят, ну неправильно. Действительно, их же нельзя трогать. Никому не дам фишек. Присаживаемся и считаем, сколько фишек вы сегодня заработали. Три. Пять. Шесть. Я посчитаю. У меня шесть. Три. Так, пять. У меня шесть. Хорошо. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. По итогам сегодняшнего дня у Алисы. У тебя было шесть, а до этого было одиннадцать. Итого и семнадцать у Арсения. Хорошо, ребята, присаживайся, Алис. Ну что, ребят, третий конкурсный день тоже позади. Завтра у нас финал. Готовимся серьезно. Встречаемся завтра и определяем победителя. Договорились? До встречи в стране безопасности. Пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова